Вот моя стащен Не только на той частоте, но и на других частотах тоже Слабое, может, расстояние через две стены проходит А тут шумок А тут моя стащен КОНЕЦ КОНЕЦ Славы Тавела или два японца в огне на ясно или два японца в огне на ясно или двое японца самураз и веселый день вдруг по навстречу Это станция чистота, оригинальная станция чистота. На самом деле ее чистота 93,7 МГц. Покажу схему этого радиоперенадчика. На занавесках ансенера лежит ближе окно к свету. Вот тут ходит аудиосигнал. Тут стоит 40-70 фарад конденсатор. Тут 2 кВт резистор, тут 1 кВт резистор. Напряжение 20-50 кВт. Тут еще 10 нФ конденсатор между базой и плюсом. Вот этим. Его можно от 1 нФ до где-то до 100 нФ будет работать. Тут транзистор какой. Тут весь сион резистор. 2 темного пикофарада конденсатор. Тут написал 42, но у меня может на 40, а где-то 30. А может 40 пикофарад конденсатор переменный. Желтый. Там вот эта катушка еще из цветков. Она вот эта вот. Такая вот из толстого провода. Тонкий 220 Вон резистор. Тут конденсатор. Филтрующий можно еще в параллель 10 нФ, чтобы лучше было. Транзистор тут 2N3904. Тут стабилизатор напряжения 12 Вольт. Тут вот 9 ядков катушка. По второму транзистору идет. Вот она. Вот второй транзистор. Вот Т2. Вот. СС 8 0 5 0. Думаю будет работать 2N3904. Просто я тут с разными экспериментировал. Экспериментировал, какие были. Такой поставил, наперепаивал. Так-то может этот еще бы лучше работал. Наверное, вот так и было. Просто уже поставил так. Поставил. Просто у меня таких уже, наверное, нет. У меня есть других, но нет желания теперь копать. Подбирать. Перепаивать. Вот. Между эмитерами и базой, ну, между минусами и базой стоит резистор 550. Точнее, вот этот. Вот. Потом вот один анофарад, один кило вольт. Конденсатор идет вот этот. Вот так. Потом куточка, вот три витка, вот это вот, потом тут пять параллельно транзисторов, тут они не все 3C18-15, но там уже название не посмотрю, что ли. С видеть там некоторые из них, из них C13, C3198, ну я просто выпаивал из старых платных, поэтому пачку из них делал, их тут всего 5, и некоторые C18-15, некоторые вот те, которые я сказал, но я думаю можно поставить все C18-15, наверное еще лучше были. Вот тут из того, что было, делал. Питание 19 вольт и 100 мА всей схемы потребления. Вот тут стоит конденсатор, то есть вот такая катушка, вот такой как бы фильтр и параллельно ей резистор 500 Ом. потом тут конденсатор 1 нФ, 100 нФ и 10 нФ, между минусами вот. Ну и тут по питанию можно наставить всяких конденсаторов, чтобы фильтр был, и вот тут можно перед стабилизатором поставить. Ну это не так важно, или там какой-нибудь поставить, или не поставить, хотя бы 100 нФ не надо поставить. И тут хотя бы 100 нФ поставить. Вот тут последняя катушка 10 витков, вот она вот эта вот. Но тут можно 3 витка ставить, тут можно какую угодно, вот такую можно ставить. Можно вот такую ставить, 3 витка. Насколько я пробовал с ними, почти одинаково, может как-то больше витков даже лучше и меньше потребления. Так вот у меня тут ножки длинные, потом может так, если тут все так очень компактно снялось, тогда может с тремя витками быть мощнее. Вот такую можно. Вот это уже не подойдет, она слишком большую индуктивность имеет. Сделаются генераторы шума, либо по всем станциям будет что-то бить. Как это не будет нормально работать. Вот тут еще я пробовал разный резистор, но тут он остался припаянный, просто мне не хотелось отпаивать. Он тут не мешает все равно. После стабилизатора напряжения еще надо обязательно поставить. Вот тут два электрические конденсатора, я тут даже не смотрел емкость, потому что если в блоке питания они есть, если это вот такой импульсный блок питания нет с розетки, там 50 Гц, тогда там их можно даже и не ставить. Просто вот тут написал, можно на 35 Вольт поставить, там какой 1000 мкФ. Конечно, чем больше, тем лучше. А вот тут два микрофарада стоит, я написал один микрофарад. Это в сути не меняет, только 250 Вольт. Стабилизатор напряжения на 12 Вольт. Вот тут где 200 Вольт, тут 2 в параллельно по 550 Вольт. Вообще вместо этих C18 можно, думаю, тоже вот таких 5 в параллель поставить. либо 2 и 2-2-2-2, которые 4 двойки. Тут очень некритично, какие трензисторы ставят. Я заметил, эти частота большая и вроде бы напряжения немало, так они очень подходят. Вот еще, забыл сказать, что еще нужен вентилятор обязательно. потому что вот эти 5 транзисторов опять могут перегреваться. И вот этот иногда еще бывает горячий, перегревается. И антенну тогда я не нарисовал. Вот она, от коллектора прямо идет антенна. Такая конфигурация самая лучшая, если там всякие делать еще выпендривание, тогда конденсаторы к катушке ставить. Тогда полиметр мерит поле сильное, но излучение слабое почему-то. Вот там ухожу далеко на 200 метров, так нехорошо ловит. Хотя поле ловит полиметр. Вот такой он хорошо ловит. А вот когда вот так, прямо к коллектору без никаких конденсаторов, тогда полиметр слабо поле мерит. Только возле самого, вблизи. А так вот это отсюда бывает, что мерят. Но зато тянет самое лучшее, когда вот так, прямо к коллектору антенны. И вот антенна. Вот идет желтый провод к коллектору. Всех транзисторов потом. Тут идет, вот там под цепью. Может нужно еще с длиной поэкспериментировать. Но насколько я понял, то длины тут много не зависит. Можно любую длину ставить. Чем длиннее вроде бы, тем лучше. На прямой видимости, если вот так поставить. Ну и тут в квартире было бы, на поле было бы. Ну антенна может быть телескопная. И на прямой видимости, я думал бы, на обычный радиоприемник. Вот такой телефон встроенный. Ну как раз хорошо ловит. Я могла бы тянуть где-то два километра. Потому что так у меня тянет от дома до дома. В квартире, вот такой до квартиры. Тут первый этаж, до восьмого этажа. Но там на противоположной стороне, там через стены еще. Тут 230 метров. Но если бы на прямой видимости было, тогда бы на два километра. Ну вот тут, можно сказать, еще схема не очень приспособлена работать от всяких там крон, от аккумуляторов. Ну такие там, надо делать на аккумуляторах, потому что она так не очень экономично потребляет. Особенно, думаю, вот эти транзисторы. Вот этот вот транзистор. Потому что тут стабилизатор стоит, и на нем тепло там уходит. Но если питать от источника питания, там все равно он мизер потребляет. Там где-то вот 50 миллиампер уходит вот на эту часть, и 50 миллиампер на эту. Ну может на эту где-то 60, на эту 40 миллиампер, где-то на эту 70 миллиампер, а на эту 30 миллиампер, потому что стабилизаторы тут потери идут. вот подается из этого прорывателя. Кстати, очень хороший, хотя я его и попортил, но он очень хороший, потому что он никогда не сбивается. Если он постоянно подключен, он все папки играет подряд. У меня есть другие проигрыватели, то есть такой престиж, там читанка, и в нем стройный проигрыватель. И в него, когда он играет, он иногда сбивается и потом перестает играть. и воды. Продолжение следует. Разные конисты заказали, вот эти на 2 гигагерц. Показала практика, пока самая лучшая параллельная память работает. Вот эти кажутся на 2 ампера, но у АЦ-38, но у них нет дырки, чтобы радиатор нормально прикрутить, каждый раз припаивать. Вот это очень непросто. Я их уже несколько сжег. Вот этот я отставил однажды, но не хватило для него для базы сигнала, поэтому он не мог открываться и коммутировать. Хотя на 2 гигагерца должен был хорошо вывести высокочастотный сигнал. Вон он на 500 миллиампер, а в АЦ-38 где-то на 100 миллиампер. Вроде ему все подходит. Вот этот АЦ-3950. Но почему-то ему сигнал не слабый, не мог он открыться. Но я теперь немножко усилил сигнал. Может, теперь бы я открылась, а я уже не хочу перепаливать. И с тем и хорошо работает. Вот когда мне был добавлен вот этот резистор на 20 кВт между базой и минусом, тогда, когда включал трансформатор Тесла, тогда переставал работать, плеер переставал умирать. А пока надо вузать. Когда я его впаял, тогда нормально. Концы закорочены на этой катушке, поэтому и настроен на резонанс, что посередине кучность напряжения. Продолжение следует...